Барнаульцы стали больше ходить и меньше есть, пишут корреспонденты комсомольской правды Барнаул. Причина с нового года стремительно поползли вверх цены на продукты. К примеру, по сравнению с концом декабря говядина и свинина выросли в цене в среднем более чем на 1%. Подорожали молочные продукты. А еще пешком стали больше ходить из-за роста стоимости проезда в общественном транспорте. Многим теперь приходится выбирать, купить что-то вкусное или, к примеру, сходить в кино. Корреспонденты информационного портала Толк дают читателям рекомендации, как выбрать настоящее сливочное масло, а не спрет. Из какого материала должна быть сделана упаковка, что должно быть на ней написано и что должно быть в составе. Подробности читайте на Толке. Жители Барнаусских кварталов Лазурный и Лазурный-2 просят обратить внимание на их проблему. Они жалуются на нечищенные дороги, сообщают корреспонденты аргументов и фактов Алтай. По их словам, проезд Южный и Власихинские за всю зиму чистили один-два раза. К середине января на проезжей части образовалась глубокая колея. Пытаясь выбраться из нее, автомобили прокладывают новую колею, которую уже невозможно объехать. Претензии жители предъявляют не управляющей компанией, а городским службам. В очередной раз кинули. Барнаулец рассказал о продолжении истории с туроператором «Жемчужная река». Туристы не могли вылететь из Китая из-за финансовых проблем туроператора. Всем пострадавшим обещали выплатить компенсацию, однако, как сообщает полиция Бруса, ссылкой на Барнау-22 компенсация оказалась копеечной. Барнаулец Денис Новиков прикрепил к сообщению чек с суммой тура 37 431 рубль. В долгожданное путешествие он так и не отправился. Компенсацию за оплаченную поездку ему не предоставили. Санитарные врачи Бийска проверяют водоемы перед крещенским купанием. Лабораторные исследования воды уже начались, пишет бийский рабочий. Этим занимаются специалисты Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Они же напоминают, вода из купелей, организованных на водоемах, является речной водой и для использования в питьевых целях непригодна.